Всем привет и добро пожаловать на мой канал. К сожалению, на пару месяцев я пропала из просторов YouTube, потому что нас охмотал, наверное, сезон бактерий и переход с зимнего периода на весенний. Поэтому мы даже попали в больницу, лежали пару недель, потом дома, потом выходили на работу в садик и потом опять сидели дома, потому что просто болели. Надеюсь, что сейчас я возвращаюсь в обыденный режим и настолько долго не буду уже пропадать. Сегодня видео, конечно, не будет сильно опознавательным для некоторых людей. Наверное, это все-таки будет касаться людей, которые ищут работу на территории Польши и которые ищут проверенные фирмы, точнее, работают через проверенные агентства. Не для многих уже секрет, и многие меня знают, некоторые даже приезжали и знакомились со мной лично, что я работаю в агентстве по трудоустройству людей. Я это ничего не скрываю, и вы, конечно же, всегда можете ко мне обратиться. Я вам подскажу, что сейчас у нас нового, а также подскажу, если вы не найдете у нас каких-то вакансий, вам не будут они подходить, то смогу вам помочь найти другие работы, другие виды работ на территории Польши. Поэтому без проблем обращайтесь ко мне. Я всегда для вас открыта. Помните, и еще раз повторю тот факт, что если вы трудоустроитесь через польское агентство либо же через польского работодателя, то никакие финансовые деньги с вас не взымают за трудоустройство. Могут быть какие-то кауции, то есть авансовые платежи, то есть вы должны взнос какой-то внести для того, чтобы начать работать. Но за саму вакансию никто у вас здесь на территории Польши не должен брать по трудоустройству, можно так сказать. Открылось в нашей компании новое направление, точнее, оно не новое направление, оно было раньше более сосредоточенной работой за границей, но теперь для иностранцев открывают тоже возможности работы на территории Польши. И это касается монтеров Руштовань, то есть это монтаж строительных лесов. Поэтому если вы хотите работать в этой сфере, либо же уже имеете опыт в этой сфере, хотели бы приехать полностью сюда на работу в Польшу, может быть, со своей даже бригадой, то без проблем можете обратиться ко мне, я вам помогу полностью с документами, а также с оформлением приезда сюда. Условия безумно хорошие, как по мне, для старта, и даже можно без знания польского языка, то есть хотя бы минимальный он должен, конечно, вы сами понимаете, что приезжая на территорию Польши, без знания вы здесь вообще не сможете работать, и тогда, понятное дело, всегда будете думать, что вас кто-то обманывает здесь. Поэтому приезжая сюда на территорию Польши, минимальный польский язык должен быть. Но для этой вакансии достаточно, чтобы вы понимали, что завтра вам на работу, например, нужно выйти, либо же выходной имейте, и куда вам идти, и что вам нужно делать. В каждой бригаде всегда есть русскоязычный бригадир, который разговаривает и по-польски, и в вашем языке, то есть украинский, русский, там без разницы. Для старта помощник монтёра Руштовань, он получает 16 злотых нет, да, работа с понедельника по субботу по 10 часов. Также здесь одним из привилегий, то, что жильё за счёт работодателя, плюс доезды всегда рядом с жильём находятся, то есть вам не нужно будет тратить слишком много на проезд. Работа по всей территории Польши, в основном это сейчас, больше акцент идёт на Аполло и Варшава. Если же у вас есть опыт работы, то вы не будете сдавать экзамен, вы просто сразу напрямую поедете работать. Если же у вас нет опыта работы, то тогда вы сначала приезжаете и проходит двухнедельное обучение в Аполло. Есть тренировочный центр, где вы проходите это обучение, потом сдаёте экзамен. После этого вы можете получить даже сертификат ВЦА, если не ошибаюсь, он так называется. И с этим сертификатом вы имеете право потом работать в любой стране Евросоюза. То есть, мне кажется, это очень отличные перспективы. Также можно учитывать тот факт, что фирма отправляет работать за границу. Конечно же, не сразу. Конечно же, никто вас в первые недели не отправит уже работать за границу. Но открываются такие двери, такие возможности, что после того, как вы проявите, например, себя очень хорошо, и у вас есть знания, например, иностранного языка, как английский, либо немецкий, либо голландский, например, то вскоре в будущем откроются ворота, откроются двери работать в Евросоюзе таких стран, как Бельгия, Голландия, Германия, Швеция, Финляндия. А поэтому, конечно же, там заработок намного больше, и я не буду скрывать, что там вроде старт для помощника 9-10 евро, идёт уже монтёров руштования, но всё-таки привилегий очень много. Вы сами знаете, что за границей, такой, как можно сказать, не больше, можно заработать намного больше денег, нежели здесь. Но если всё-таки у вас есть свои бригады, либо же вы просто хотите выехать на территорию Польши и не хотите попасть в руки аферистам, то без проблем можете обратиться ко мне, я вам расскажу полностью детали, как будет происходить трудоустройство. Там консультация вам для тех, кто, например, первый раз будет в этой специализации, то есть в которой будут люди без опыта работы. То есть вы сами понимаете, что обучение будет бесплатное, двухнедельное, но и проживание в этот период у вас тоже будет бесплатно. То есть вам нужно будет только иметь с собой деньги для того, чтобы прожить на территории Польши. О том, сколько денег нужно на территории Польши, безумно много было у меня и постов, и видео, поэтому пролистайте мои плейлисты, и я думаю, вы найдёте любую информацию. Совсем скоро я ещё больше наберу сил и запишу вам ещё больше видео. Я помню, что я вам обещала по поводу налогообложения снять видео, оно тоже будет. Если же у вас есть вопросы по налогам, по трудоустройству, то пишите мне либо же сюда в комментарии, либо же я всегда вам оставляю свою почту, где я вам отвечаю на вопросы. Помните тот факт, что я также работаю, поэтому не всегда могу вам сразу ответить. Дайте мне на ответ 5-7 дней, и я обязательно вам 100% отвечу. Ещё не было такого момента, чтобы я о ком-то забыла, либо же кому-то не ответила. Я также вам оставлю ссылки на нашу официальную страницу, вы можете посмотреть, какие ещё есть вакансии. По поводу операторов и докеров, порты всё ещё актуальны, как Данск, так и Гдэня. Единственные условия поменялись в том, что после последнего видео это уже жильё за ваш счёт, то есть с первого дня вы сами платите уже за своё жильё. Можете жить даже в хостелах, но уже платите сами за это. Плюс вам нужно объединить кауцу за одежду, а также медосмотр делается за ваш счёт, но после 30 дней, как вы отрабатываете на нашей фирме, вам возвращают на счёт 150 слоты. Эти все нюансы вынесли в тот момент, когда иностранцы начали немножко наглеть, к сожалению, и уезжать с работы в одежде, точнее воровать эту уже одежду, начинали жить бесплатно, проводить даже своих друзей бесплатно в гостиницу под нашей фирмой, поэтому просто начальство уже разозлилось и ввели такие санкции. Поэтому, что касается портов, всё актуально. Что же касается горки и продукции, это тоже актуально, но всё зависит от того, сколько у вас сделана виза, либо сколько у вас дней по биометрии. Сегодня, может быть, нужно там 3 человека, а завтра вообще ни одного, поэтому это как уже попадёт. Ну и на данный момент требуются консерваторы шалунков, то есть это мужчины, которые будут заниматься при монтаже и демонтаже конструкции из металла и дерева. Поэтому, если вам интересна эта работа, здесь же работа на продукцию идёт с понедельника по пятницу, три смены и по восемь часов. Ну и, конечно же, здесь умовая операция, минимальная краёвая оплата, но если вы выходите на дна от Годжина либо же в субботное время, то вам, конечно же, за это доплачивают, поэтому, в принципе, кто на что хочет идти работать, кто хочет работать по двенадцать часов, кто хочет работать по восемь часов, это уже каждый выбирает сам. Надеюсь, что видео для вас было, возможно, не информативное, но полезное. Спасибо, что были сегодня вместе со мной. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok